Дорогие друзья, вы вновь находитесь в штаб-квартире американской звукозаписывающей фирмы Kismet Record Company, которую я имел честь 20 лет руководить в Нью-Йорке, и сейчас продолжают как бы со стороны руководителя, потому что в основном сейчас она действует в Канаде, вот демонстрирую последний диск славы Вольного, который того что вышел, это может быть уже 25-й диск, спасибо Максу Кравчинскому, который очень толково делает свою работу в смысле совершения моего, а мы здесь, в Питере, продолжаем двигаться в том же направлении, но сейчас мы собрались, прежде всего, позавчера было день рождения Деда Мороза, с чем я вас поздравляю, а сегодня мы решили пройтись по рок-н-рольному пути, наша встреча называется рок и совок, совок это значит сов, окей, значит, рок и совок, мы хотим просто, вкратце может быть, проследить, как зародился руган-ролл наш, добрый, старый, потому что мы все считаем, что не будет руган-ролла, была бы совершенно другая жизнь, были бы совершенно другие люди, были бы совершенно другие взаимоотношения между ними, но, слава богу, это произошло, произошло, я возьму на себя смелость напомнить, в 54-м году, может быть, почти забытый Билл Хэлли, где у меня тут был в Одессе? Ну, не вижу, не вижу, может, сзади? Да, давай, давай. Вот, Билл Хэлли по заказу Голливуда записал вещь под названием Rock Around the Club, которая должна была быть использована в фильме «Жуки на асфальте», она попала в титры, не вызвала никакого особенного эффекта, и там был довольно хулиганский текст по тем пурезиданских временам, и поэтому ее как бы решили подзабыть, но потом спохватились, вещь-то интересная все-таки, и она студия, ее уже к тому времени успели потерять, как бы, чтобы не вызывать скандала. Билл Хэлли был вынужден в 55-м году, 19 апреля, что и считается днем рождения рок-н-ролла, перезаписать ее заново. Ну, вот это и есть начало рок-н-ролла. Ну, вот. Потом, когда-то, лично для меня, через какое-то время, через радио «Люксембург», я впервые услышал эту вещь, подумал, что это очень заводной буги-воги, я даже не знал такого названия рок-н-ролл, потом уже из прессо узнал, что вот в Америке началась танцевальная истерия, которая пошла по всему миру, и вот она, в конце концов, пройдя по всему миру, дошла и до России, до Советского Союза. Ну, в каком виде она дошла? Конечно, как и все, это был Ленинград, потому что Петр I в свое время прорубил окно в Европу, и через это окно к нам и джаз пришел, и рок-н-ролл, и все прочее, что мы сейчас имеем и наслаждаемся. Так вот, рок-н-ролл танцевали, и здесь, под названием Линди Хопп. Называлась она просто Линда, потому что Линди Хопп, забыли такого слова, танцевали студенты его, когда они попадались на глаза своему студенческому начальству, их сразу встречали из института, из-за этого Линду. Называлось это Линдащить, звентовать рок-н-ролл. Но у рок-н-ролл такого слова еще не было. А рок-н-ролл слово, наверное, вы знаете, оно использовалось еще и в 30-х годах, не в том смысле. Потом появился Алан Фрид, если вы знаете, был знаменитый продюсер в Америке, который соединил два слова «рак-н-ролл». «Н» он придумал. Вся его гениальность в том, что он придумал слово «н-и». Появился рок-н-ролл. За это он уже поплатился тем, что он потерял свою должность и попал даже в тюрягу, как и все, как и некоторые из нас, за эту музыку. Так что он тоже пострадал. Ну, о нем не будем. Будем говорить о том, что попало в Россию. В России впервые рок-н-ролл прозвучал в землячествах. В то время существовали польские землячества, румынские землячества. Это студенты. Студенческие землячества. А они со своей родины привозили сюда. У них были группы. И они впервые начали по институтам, по разным другим площадкам исполнять вот этот самый рок-н-ролл. Ну, вот, для начала я хотел вот именно это и рассказать. Сейчас я представлю вам нашего ведущего, Мишу. Прошу любить и жаловать, он со своей стороны что-нибудь расскажет. Открывай. Так держать-то уже тяжело. Давай уже, под 45 градусов. Сейчас палец не выдержит. Давай, вот сюда. Спокойствие, спокойствие. Ак, спокойствие. Боготроп. Этот трюкер отрабатывал и гадалий. Так вот, у меня вопрос. Откуда эта музыка, вот, землячество, хорошо. Откуда вы узнали движение, вот, как бедрами двигать. У меня же был жених кинофильмов. Ничего не было. Так, решай на вопрос. Я, я тогда как раз заканчивал школу. Это был 55-й год. Вот, в то время была прическа. Канадский кок. Модно. Не смотрите на меня сейчас такого. А вот, в то время у меня хватало волос из-за того, чтобы взвить себе канадский кок. Канадский кок в то время в Ленинграде делали всего в одном месте. Два мастера. На улице Майорова, тогдашняя. Теперь, по-моему, при Боженской. Или что-то в этом плане. Значит, для того, чтобы мы когда заканчивали школу, мы решили всем классом протест изъявить нашим учителям и сделать себе рок-н-ролльные прически. Вот, канадские коки. Мы пошли в 6 утра, заняли очередь, которая через весь квартал. Все ленинградские стиляги сошлись в этот день. Как назло. Вот, в конце этого момента начала нашего выходного балла мы все явились канадскими коками. И вот началась наша рок-н-ролльная жизнь. Движения откуда пошли? Как Элвис и Пелвис. Это, значит, прическа, как бы пародиловала прическу Элвиса, которая называлась в то время Монтины Хвостик в Америке. Которая сама здесь сменила до то ли очень модную на 10 лет прическу Тарзан. В то время была прическа Тарзан. Вот Тарзан ушел, пришел канадский кок. Ну, вот то, что стало со мной. Мне вышли феном все волосы. Вот в таком виде я теперь гуляю. А как двигаться? Надо было танцевать. Где вы узнали движение? Расскажу, расскажу. В то время танцевали в основном ребята на студенческих вечерах. Студенческие вечера были по институтам. Как правило, на праздники или какие-то там юбилеи. Значит, мы приходили к этим студенческим воротам, толпились там, спрашивали, нет ли лишнего билетика. И вот попадали. Случалось на эти вечера. Вот, кстати, если кто-нибудь знает, наверное, знаете, у нас есть знаменитый Геннадий Гольштейн, руководитель ансамбля 20 саксофонов, учительские саксофоны. Вот его я впервые увидел. Довольно странно, когда я ему об этом говорю, он, значит, мы с ним друзья, конечно, когда я ему об этом говорю, он не признается. А он в то время, как я его увидел, руководил ансамблем Станислава, Пашлакова, которого забрали в армию. А он в то время, у него и был саксофонистом. Геннадий Гольштейн. И вот он там руководил этим ансамблем, и заодно был солистом. Исполняли они вещь впервые я вот услышал в живом обиде «Рад Биттенбуги». И он вот эту вещь как раз и пел. Сейчас, когда я ему об этом напоминаю, он говорит, нет, 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 этого не было, ему неудобно распоминать. Но он замечательно пел вот этот вот рок-н-ролл, написанный Билл Хэлли. Ко всеобщему удовольствию. Вот, кстати, Коля Браун, Николай Браун, мой сосед, которого я сегодня пригласил, но, к сожалению, он не сможет пойти, он только что звонил. Он, я вот с ним как раз познакомился на одном из таких танцевальных вечеров, где он, будучи хорошо атлетически подготовленным, танцевал с моим другим другом Сашей Куцаном. Он в роли мужчины, а Саша Куцан маленького роста был как бы за женщину. Вот они делали все эти атлетические па, толпа народа собиралась, хлопала, вот в таком виде когда-нибудь мы с ним вместе устроим, он замечательный исполнитель рок-н-ролла. Кстати, на семиструнной гитаре. Он играет в манере Шака Берри, хотел сегодня вас всех угостить его замечательной игрой и пением, но получается, мы это дело устроим в другой раз. Так вот, какие еще вопросы? Если у кого вопросы, поднимайте руку. Да, конечно, спрашивайте. Миша, можно добавить, вот вы спрашивали, откуда движения? Да, вот эти вот движения, откуда же я вам покажу? 1965 год, юг Гандиади, это рядом Маддилер Гандиади, танцевальная Поворощаца, и какая-то, как туда попала пара, очевидно, иностранцы, врубается рок-н-ролл, они танцуют практически, вот как сейчас спортивный рок-н-ролл называется, проходит вокруг. Вот движения, откуда они пошли? Вокруг люди, да, но стоят и, как сказать, смотрят, впитывают, что это, как, вот вы спрашивали, как он учил? Вот движения, вот смотри, насчет движения, это я подтверждаю, я буду свидетель, я рядом там. Я, как уже сказал, был танец в Америке Линди Хоп. Он тоже не на голом месте возник. Вот эти танцевальные па, атлетические, как сказал наш друг Василий Морозов, они возникли не сразу, они пришли из свинга, потому что рок-н-ролл возник, конечно, не сразу. Он, как и свинг, и блюз, возник из джаза. Это то явление, которое родилось из джаза. Правда, джаз играл свой рок-н-ролл большим составом, а настоящий рок-н-ролл, вот как Билл Хэлли и прочее, он игрался маленьким составом под названием комбо. Шесть, семь, восемь музыкантов. Так вот, эти все танцевальные па, они постепенно развивались в народе, они не пришли с головами, остались из негритянского танца, из негритянской музыки. Вот таким образом это дошло до нас. Я вот хочу показать, вот, кстати, представить Василия Морозова, руководителя небезызвестного ансамбля «Химик». Я не руководитель, я просто бас-гитарист. Все, больше не важно. Я вот хочу продемонстрировать рок-н-ролльный пояс, который я иногда одеваю. На нем сделано на каждом отделении имя какого-то рок-н-роллиста знаменитого. Вот все эти пластинки, вот они, и Билл Хэлли, и Риккин Нельсон, держи. И Джерри Левис, и это опять он Иррой Орбисон, я ходил на Дегли Ловис, и Эдик Ограм, и Лойд Прайс, и Чеби Шекер, это опять Риккин Лэнсон, это Фэтс Дамино, это Луи Прима, вот это все имена, все вот эти здесь выгрываны. Это настоящий рок-н-ролльный пояс. Кстати, хорошо можно было бы использовать драки, если такие приключаются, такие вещи были часто. мы вот раконролисты питерские, например, любили драться с раконролистами из Васильевского острова, они к нам приходили, к Тучковому мосту, ждали нас, когда мы подойдем, а мы вот с такими ревшнями, с бляхами бывало, подходили. Ну, когда молодые были, почему не повеселиться. С московскими, с телягами мы тоже дрались, потому что мы их не переносили на дух. Бывало, они сюда приезжали, а они сюда приезжали, и такие заносчивые были, гордые, ну, мы, ребята питерские, простые, нам все это было. Их шмотки мы были сами по себе. Ну, бывало, с ними тоже случались неприятности. Я хочу сказать вот о чем. Я хочу напомнить, многие, конечно, его не знают уже, у нас в Питере был знаменитый герой, можно сказать, герой, который три раза сидел по пять лет за то, что изготовлял пластинки долговирающие. Вот я сейчас покажу вот нам. Долговирающие. Вот, например, он печатал пластинку Билл Хэри. С обложкой? Да, с обложкой, совсем. Вот она у меня тут, сужение, разбитая. Вот, но можно ее тоже показать, продемонстрировать, что он делал. Как печатать? Где печатать? Это же винил. Винил, винил. Это не кости. Он выпускал на улице, на Маяковского улице, в коммунальной квартире. Делал весь электрохимический процесс. Пресс у него был, который у меня сейчас в музее, на Ленинском. праздник. Он стартами его показывал. Да. Вот этот пресс, на котором он печатал, были вот эти пластины. Было выпущено 8 грандика вот такого размера. Билл Хэли, кстати, Петр Лещенко, Рэй Антони, и еще, у меня, к сожалению, их нет. Вот, такой герой. Руслан Богословский, его зовут. Вот, я хочу показать его фотографию. Вот. Видите, какой действительно геройский вид. Да. Три раза, пять лет, по пять лет, ничто его не могло остановить. За что? За то, что он музыку записывал? Да, за то, что он музыку. Это мы все, так сказать, страдали за то, что он музыка. Какой-нибудь там незаконную геройскую деятельность, ты так понимаешь? так в общем, да. Вот. Сейчас я покажу, он еще и записи писал. Вот, кстати, тоже фотография Руслана Богословского, видите, вот еще другая. Вот. Так что, у нас свои герои. Это вот тут в альбоме все его жизненное писание. Это сын его Сергей Богословский мне предоставил для коллекции, для музея. А вот сейчас я продемонстрирую его звукозаписывающий аппарат. Подпольный. Да, естественно, ну вот. О! А кто его изготовил? Как он к нему показал? Он сам был великолепный слесарь, он все делал сам. А началось все это с послевоенные годы на Невском была студия звукозаписи, и там был некто Филон, который из Германии привез подобный аппарат фирменный. И Руслан Богословский к нему ходил туда, в эту студию, пока не зарисовал его весь, а размеры не снял, и сделал вот сам такой аппарат, прекрасно звучавший. Вот. Так что, нам есть чем гордиться. магазин подарки. педагогским людям, есть еще магазин подарки. Следующая дверь была студия. Так вот, Миша, продолжай. Потом пошли пластинки на костях уже. Да, вот они там лежат. Что такое пластинки на костях? Подойду, покажу, да. Может быть, кто-нибудь не знает. Значит, ну, может быть, молодежь не знает, но на рентгеновской пленке, на рентгеновской пленке мы делали записи. Как? Которые частенько брали с эфира, записывать было неоткуда. С эфира? Оригиналов особенных не было. Вот, например, у меня была элементарная приставочка МП-1, которую можно было поставить на проигрыватель, и она крохотные кассетки, и вот на них записывали, я вот что-то на них записал, бывало, потом переносил вот на такую гибкую пленку. Сейчас я... Покажите пленку, вовольщик, чтобы вы видите, продемонстрирую. И потом поставим ее проиграть. Она еще играет у вас? Конечно играет. Такого рода пленка. Вот. Да, рентгеновские снимки. Чьи-то кости видите. Спасибо, люди. Сейчас можно что-нибудь поставить, например. Вот небезызвестное. Бомир без души. То есть по-русски моя красавица, по-моему, Витмир от урола. Держи. Итак, это все продолжалось вплоть до появления Битлз. Могу вам поставить, как тут у нас есть в нашей среде люди, зацикленные на Битлз. Поэтому специально для них поставим Битлз. Любовь, Коля Васина. Поставим, как звучали Битлз на костях. Это все танцевалось подпольно где-нибудь на кухне. Ну, чем на кухне-то обязательно. Бу-бу-бу. ДК, пускотеки. Это все танцевалось подпольно в магазинах. На Невском проспекте был небезызвестный магазин «Двойка». Мы его звали. Значит, напротив «Думы». Это какое дом? Там очень много продавалось пластинок. «Двойка». Против «Думы». «Мелодия». У нас же была одна только фирма «Мелодия». И магазины назывались «Мелодия». На Вашем проспекте здесь тоже была «Мелодия». И помню, когда записал первые свои две записи на моем станке самопально и прослушал, я видел, что это можно продавать. Я думаю, ну-ка, попробуй пойти загнать. Пошел в эту саму «Мелодию» с этими двумя пластинками. Ну, продал. Продал. Интересный случай. Дальше произошел. Ну, продал там. Потом много было разных приключений. Самое главное, что на удельной. Иногда кондиционеры собираются уже в наше время. Ко мне подходит такой пожилой человек, родой, седой. Вы знаете, вот Вас вдоль зовут? Я говорю, да. А меня Алексей. Я говорю, ну что? Я вот давно купил у вас две пластинки. Я до сих пор их слушаю. У вас больше нету? Это когда было? Ну, может, пять назад. Так что все продолжается и в лучшем виде, слава богу. Давайте, это раритет. Снова откроем станок. Ну, станок это такой самодельный был собранный конструктор, если помню, такие детали продавались. Самодельный мотор, там практически мои друзья собрали, рекордер был сделан, ну, показали, как бы, самая главная проблема была, конечно, резцы. Профессионалы использовали сапфировыми резцами, специально изготовленными на заводе. Ну, у меня таких не было. я, значит, тащил сам на станочке, у меня было такой заточной. Когда удавалось сделать, когда нет, проблем было много с ними, но неважно. Самое главное, что это все было. Вспоминать это интересно. И даже я помню вот эти первые рок-н-ролльные вещи, которые мы исполняли когда-то под гитару. Да, где у меня новая, я не вижу ничего. Хозяин дома ничего не видит. Просто из очка, возможно. Дорогие друзья, я очень рад, что у нас собралась такая. Я не вижу в вашей руке стакан. Вот, друзья, наш тост. Во-первых, замечательную компанию моих любимых музыкантов. Многих я несколько раз приглашал сюда, но они находили квартиру. Действительно конспиративная такая квартира. Люди бывают по два часа ищут и уходят домой, звонят мне из дома. Мы не нашли. Еще обижаются. Поэтому я теперь зажигаю фонарь на дверью, чтобы знали, что мы их ждем, величаем. Поэтому еще раз за рок-н-ролл и рок-н-ролльных друзей. Опа! Ура! Осталось надпись сделать еще с фонарем. Вдольф Кукс. Хотелось бы про Эллиса пройтись. Кто он такой, что он такой и как Вдольф связан с ним. Про Эллиса можно про Эллис говорить. Про Эллис пройтись. Король макенроллы считается. Его есть аромные. Вообще-то их всеми, всех там королями называют. Главное джерелье об этом не говорить. А то ему плохо становится. Ты пару слов скажешь. Ну вот замечательно. надо. Так. Окей. Хорошо. Ну если хотите я расскажу про историю моих взаимоотношений с Эллисом. Хотя это конечно я его видел в другом конце зала он в балконе в золотом костюме за три месяца до смерти. Вся история. Ну естественно мне удалось пожать ему руку. Ну как это во-первых начиналось надо сказать что самый первый подпольный клуб рок-н-ролла был здесь у нас на Прироградске не так далеко как-то получилось. Однажды я гулял ЦПКО имени Сергея Мироновича Кирова и проходил мимо заброшенной эстрады которой вообще никто не выступал просто такое место было со скамейками вдруг я обратил внимание что там группа скифол знаете что такое скифол самопальные инструменты бедан бас говные гармошки и меня особенно привлек один парень такой рыжий которого все звали Лехов так вот они играли что-то такое рок-н-ролльное ну там народ дикий собрался там разные кто поле мимо проходил я значит пришел туда тоже сел с удовольствием слушал их и там кто-то другой еще выступал вдруг раздались свистки крики менты все соскочили и побежали весь этот ансамбль все зрители все побежали к этому кировскому мосту я не знаю из Цепыкова кого называется этот мост король из Цепыкова на Краме ну я смотрю и я побежал вместе с ними с этой толпой мы все побежали и сели в один трамвай который отходил там же было конце трамвая и все оказались в одном вагоне ну менты там посвистели посвистели не побежали за нами конечно я смотрю ребята интересные но думаю вот такой удивительный случай если вот не записать их телефоны то он же пропадет в истории я встал значит не поленился к счастью у меня была ручка блокнот я всех обошел всех попросил телефона ну все значит были в таком взрослёном состоянии кто дал телефон то не дал короче они все вы знали конечно но потом я созвонился и всем назначил встречу бывшего кинотеатра молнии теперь называется мираж и вот мы там собрались они вот так на меня смотрят кто такой что такое ну я так беру что надо им что-то такое контрольно рассказать какой год это был 57 год вот значит я значит стал их обходить спрашивать там как-то попытался их вместе сплотить потом я пригласил всех там кафе было помнит может быть ресторан орбита там проще проще там мы прошли в этот ресторан занялись там несколько столиков ну разговорились ребята нормально некоторых имена я помню так был Юра Черный такой то ли цыган то ли цыган Касим был потом самое главное что там был Ломский Эдик который потом в Штатах мне помогал очень здорово у меня там в Штатах был тоже такой клуб под названием клуб Нью-Йоркских бардов русский клуб Нью-Йоркских бардов нет Нью-Йоркский клуб русский бардов и короче говоря этот Эдуард Ломский к сожалению он уже умер там в Нью-Йорке значит к сожалению он умер и и остался у меня в памяти короче говоря мы стали с этими ребятами собираться я в то время неплохо танцевал рок-н-ролл показывал они там музыканты были на гитарах на губных гармошках бидон-бас и прочее и вот он был вот место мы потом покажем вам может быть в этом самом фильме оно к сожалению теперь находится между двух решеток подворотной вот это было на самом деле вот здесь у нас сейчас это место огорожено еще на горожке с двух сторон потому что в районе в той цепи просто самая лестница до которой мы спускались и констерировались и которые приводили в порядок вот сюда у нас подъезжали крытые автомашины и несколько раз нас отсюда извлекали вот так что все это было здесь мы сейчас подойдем с другой стороны уйти конкретно лестницу и как бы не огорожили с двух сторон чтобы молодежь сюда с тех пор я в перевернусь я уже видел молодежь и тут тут молодежь в этом дворе и они решили обвить желание молодежи сюда ходить с двух сторон делали ворот как раз с другой стороны мы находимся в этой парадной еще ход вниз был я не знаю сейчас он есть или нет но в то время был этот ход вниз мы значит его обживали обжили привели в порядок как могли ну а что потом после нас там может быть стало трудно сказать может быть его даже заложили ну в то время это было так ну вот когда значит я уже тут начал процесс возвращения который начался в 89 году вот он до сих пор еще продолжается я как раз сменил 10 квартир пока пока не нашел именно ту на которой сейчас и живем откуда мы начали нашу процесс на так что вот все имеет свое продолжение ну с этого самого места нас однажды на двух воронках отвезли на улицу Ракова бывшая теперь итальянская где находился райотдел милиции ну начали раскручивать дело как бы уже под политической частью в то время но к счастью среди нас находился то ли племянник Романова который был в то время глава Санкт-Петербурга Ренинграда ну короче это дело спустили на тормозах но я уже с этого момента стал у них на примете вот они за мной следили 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 пока они не прихватили меня по своим делам но это другая история короче говоря мне конечно я начал про Элвиса хотя говорить вот я хочу рассказать ну мне конечно надо было какой-то завоевать авторитет у этих ребят приходили новые люди какие-то и я подумал что самое лучшее если вот например я напишу письмо Элвису Пресли не больше не меньше ну у нас в Соединенных был один моряк дальнего плавания парень ну вот я значит на английском языке фотографии сделал всех членов клуба там и написал что дорогой Элвис мы очень любим вас уважаем и хотим сообщить что у нас в Ленинграде тоже есть клуб рок-н-ролла и вот его фотография ну короче говоря этому парню который плавал мы дали его чтобы он там где-то опустил ящик его на западе что он и сделал ну прошло там может полгода там или что может больше вдруг я смотрю у меня в ящике тоже лежит какое-то письмо это было на Ровшинской улице Невская улица отсюда вот лежит письмо тоже российское я его открываю а там американский конверт американский конверт значит печать фэн-клуба Элвиса Пресли и там лежит фотография Элвиса Пресли которая была написана my friend Rudy thank you for your interest to my и так далее и вот с того момента я значит стал ему писать письма он иногда отвечал иногда нет потом уже несколько позже где-то ближе к 70 какому-то году да может быть 77 году Элвис почувствовал себя плохо уже так сказать и он решил собрать тех кому он писал письма он очень благородный человек был необычайно благородный человек таких людей это я считаю посланник Господа вот мой музей на Ленинском я буду говорить наш музей на Ленинском проспекте зиждется на трех китах первый конечно Элвис Пресли второй Владимир Семенович Высоцкий и третий Аркадий Дмитриевич Звездин так что это музей трех китов я его сначала назвал музей Дритужзия сейчас я решил перепоименовать музей трех китов я хочу вам да так вот я начал проявиться но я был попутно показывать его маленькие пластиночки вообще он у нас в коллекции там в музее все его диски 120 или 130 пластинок причем из них 60 выпущено прижизненных пластинок Лесо Пресли вот эти не считаются это просто маленькие такие синглы выходили параллельно я просто их очень люблю нельзя было купить где брали люди пластинки таких вот пластинок они очень дорогие на западе были дорогие я за них много отдал чтобы эти альбомы иметь замечательные здания очень красивые и вообще Элвест в моих глазах я уже вам сказал но не боюсь повториться это посланник Господа так же как и другие киты и Владимир Семенович Высоцкий и Аркадий Мечец Звездин и кстати и Высоцкий и Северный они считаются первыми рок-баллодистами русскими первый рок-баллодистами это абсолютная правда Аркадий Северный был замечательный джазовый певец а раз джазовый то конечно рок-н-ролльный расскажите как Вы ездили к Элвесту визу давали мне значит фэнклуб присылают вызов в Америку вот на эту встречу которую пожелал сделать Элвест Пресли я пошел с этим вызовом в Амир у нас же было разрешение прихожу а они значит меня смотрят как на идиота вообще какое вы спрашиваете Вы что с ума сошли чего там я говорю ну вот видите прислал и даже день не на дорогу не может быть короче придите завтра послезавтра начали мураживать гору а подходит время когда надо там быть ну уже остается где-то пару недель до этого и я значит снова прихожу настрой у меня был я думаю терять нечего я уж там давно у них на замете на примете и я говорю я хочу увидеть начальника Вира нет нет какой там его нету там я значит озверел там ну конечно они мне потом все это припомнили когда уж я сам уезжал мне потом это все припомнили но в тот момент я чуть ли не по столу стучал вдруг значит открывается дверь входит начальник Алира Вы что трешимели что хотите на 15 суток мы сейчас вызовем наряд и будете там какая там Америка вот что я говорю ну вот смотрите вот он все знают его вот он присылает вызов навстречу ну как можно проигнорировать такое он говорит ну ладно подождите потом я слышу в соседнем кабинете через стенку да пусть его едет может останется избавимся от него ну вот они мне роднезапно дают разрешение буквально я туда прилетел по-моему мне за 10 значит гостиница 5-10 потом значит на поезд доехал до Грейсленда что интересно значит когда подошел туда там вокруг вокруг этого Грейсленда стояла вот так вот очередь желающих три или четыре витка дом большой парк и вот так стояли люди несколько толпа такая кругом вот ну я думаю как я-то попаду туда если встать в эту очередь то будешь стоять я не знаю недели две-три вот короче говоря я встал в очередь на всякий случай встаю в очередь не двигается там ну все лишь заходят все время ну пока там дойдет что обратил внимание забор из таких булыжников сделано из такой и нах все булыжники списаны именами вот я там такой-то был тут ну по-русски много было написано там на всех языках все было исписано но я вижу что мне не попасть вообще очень-очень двигается я там а там проходили мимо патрули полицейские ну я значит подошел полицейские кстати в Америке очень настроено дружелюбно если здесь но в то время вообще менты были как враги ну и сейчас может быть получше но они там в Америке это друзья вот не кривлю душой я подхожу и говорю вот у меня письмо приглашение я чувствую что я просто завтра я вот там должен быть ну значит взял мое письмо ушел потом приходит ну пошли провел еще столпу значит в дом ну там хвост очереди надо было встать потому что потом отдельная была очередь для приглашенных вот ну вот запустили нас значит там сначала сделали экскурсию по шикарному этому зданию там у него конечно все очень интересно вот к сожалению у меня были фотографии но тоже накрылись медным тазом но есть какие фотографии но они не в доме в этом вот ну вот зал значит зал битком набитый людьми значит сзади на заднем фоне балкон время от времени все ходят в разных одеяниях но мне удалось увидеть его в золотом костюме он вышел в другой раз он значит стояло огромное блюдо с часами карманными сидел гравюр прошел как тебя зовут я говорю Рудоль он там где сделал гравировку Руди Фром Эл а часы Элвиса специальные выпущенные вместо цифр цифр там буквы значит ну вот значит а я значит ну думаю как повидать все таки надо я значит там набло стал протискиваться к этому балкону чуть ли порож не получил по спине меня несколько раз ударили но думала пускай лупят но я как-то сразу протиснулся ну вот меня провели на этот балкон я значит Элвису сказал кто я есть он говорит а помню ваше письмо помню пожал руку и вот такая вот история значит недавно не так давно нам сказать что вот этот клуб фэн клуб выпускает медали каждый год в честь Элвиса когда я был в штатах они меня разыскали и вручили вот эту вот медаль вот она где вот видите Элвис и с моим именем было гравировано моим так что все это дело продолжает жить за правду элвису с моим арт и с моим